Получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми и ушел. Девочки и мальчики, тетеньки и дяденьки не успел утихнуть все еще набирающие обороты скандал, произошедший с нашей песней года, как к нему присоединился еще более оглушительный скандал с вечеринкой, на которой наши самые известные звезды блеснули великолепными нарядами, которые едва прикрывали тела. Но обо всем по порядку, а прямо сейчас отвлекитесь и поставьте лайк, не забыв подписаться на самый честный и правдивый канал «Сплетни и слухи». Кстати, Филипп Киркоров уже принес видеоизвинения, оправдав это тем, что якобы не знал, на какую вечеринку он попадет. Заглянул буквально на пять минут и с удивлением увидел, какие события там начали происходить. А вы же пока пишите в комментариях свое мнение к этому видеоизвинению, которое выложил в сеть наш всеобщий любимец. Один из самых популярных звезд России – Филипп Киркоров. Скандалу с песней года 2023, который, получив второе дыхание в свете последних событий, продолжает набирать обороты. Артисты, которые непонятно как относятся к своей родине, вновь в центре внимания на главном музыкальном шоу страны. Известный продюсер Виктор Дробыш задает неудобные организаторам песни года вопросы и влепил звонкую пощечину той самой старой гвардии, которую воротит от российского триколора, который гордо носит на руке певец-шаман. Даже мы с вами, уважаемые зрители канала, видим, насколько странный подбор участников этого главного события, каким является наше шоу «Песня года». У организаторов этого мероприятия свой необычный подход к формированию списка участников, и главным критерием отбора для них является популярность песни в течение года. Однако «Песня года 2023» столкнулась с крупными проблемами и скандалами, которые угрожают ее репутации. Организаторы этого мероприятия, судя по всему, неудачно отнеслись к процессу выбора участников и пригласили на концерт тех, кто в начале 2022 года решил отказаться от России. Действительно, это именно те артисты русской эстрады, которые, когда их родина столкнулась с трудностями, решили уехать за границу. И теперь, после того, как им не удалось найти доходное место в другой стране, внезапно решили вернуться на родину, чтобы заработать деньги. Весьма противоречивое решение для звезд, которые покинули свою страну в сложный момент. Но в «Песне года» эти артисты без колебаний приняли участие. Среди них Кристина Арбакайте и Аня Лорак, а также Александр Рева. Вот, дорогие зрители, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, какой хит может спеть Рева или какую он искрометную шутку нам выдаст в эту новогоднюю ночь, от которой мы будем в полном восторге. Свои версии пишем в комментариях. Кстати, канал поздравляет с наградой талантливую и неотразимую Ольгу Игоревну Бузову, чья песня стала лауреатом награды «Песни года», с чем мы ее и поздравляем. Как отметила Бузова, она никогда не покупала награды. Она всегда придерживалась принципа «быть, а не казаться» и всегда верила, что она действительно номер один. Теперь она наконец-то получила заслуженную награду «Песни года». На своей странице в социальных сетях певица выразила благодарность авторам песен и организаторам премии. Сегодня получила премию «Песня года». Сказать, что я счастлива, стать частью музыкальной истории – это не сказать ничего. Сегодня я стала частью этой истории и все это благодаря вашей любви, вере и поддержке. Это большая честь и гордость для меня. Спасибо большое Игорю Крутому за доверие. Мечты сбываются, написала счастливая Бузова. На «Песни года» был еще целый ряд певцов, как говорится, намешали деготь с медом. Причем, как обычно, кто-то все перепутал – меда ложка, а дегтя бочка. По причине чего это блюдо перестало быть даже смешным. Как пишут СМИ, также среди приглашенных артистов были Леонид Агутин и Игорь Крутор, которые проживают в США. В отличие от Крутого, который сохранял скромность, Агутин показал лицо, отказавшись выступать на одной сцене с певцом-шаманом. Остальные коллеги музыканта также явно выражали свое безразличие к шаману. По видео сложно сказать, каковы их отношения на самом деле, но факт остается фактом. Испуганные патриоты потянулись на родину и возвращаются на российскую сцену. В то время как истинным патриотам по-прежнему не удается пробиться в рейтинговые проекты. Свое мнение о сложившейся ситуации на «Песни года» пишем в комментариях. Не забудь подписаться на канал «Сплетни и слухи». Всем до встречи!